Всем привет! С вами Бести, платформа RBK Games, игра Damon Slayer на нашей платформе. Сегодня я хочу рассказать, как сделать духохранителя, как его создать. Один из самых легких, наверное, с дэймонов, которых можно создать. Сейчас мы поговорим. Значит, открываем, нажимаем, вот видите, вкладка горячая клавиша А, и вот сюда вверх, горячая клавиша У. Открываем мы вот такую вкладку, духи хранители, да? И вот он у нас, посланник неба. Мы его можем создать, духохранителя, одного из духовохранителя. Значит, что нам тут нужно? Значит, нужны нам для этого наши дэймоны. Должно быть 10 уровня один из них, хотя бы 10 уровня, по-моему. Так, уровень ниже 10, видите? То есть они пишут, требуется один божественный охотник и один маг небесной кары не ниже 10 уровня. То есть они у меня есть, один и второй. Дальше. Нужны материалы. То есть нужно нам кристалла памяти, 3000 штучек, и мистических кристаллов, 1000 штучек, для того, чтобы его сделать. Дальше мы должны, если он у вас находится в дуэле стражей, если у вас ваш дэймон находится в дуэле стражей, вы должны открыть дуэль стражей, нажать кнопку войти, сделать настрой строя и отсюда убрать. То есть вот видите, они у меня сняты, да? Они у меня светятся. Убрать, проверить, чтобы их здесь и не было. Точно так же мы проверяем наших стражей в дозоре. Их не должно быть в дозоре. Сейчас мы откроем, посмотрим. Значит, у нас идет... Боже мой, это наш дозор. Розыск дэймонов, да? И смотрим. То есть вот видите, они у меня свободны, они светятся. Они не должны быть нигде, ни в разведке, ни в дозоре, нигде. То есть они должны быть свободны. Давайте сейчас попробуем, все ли у нас условия соблюдены. Все мы можем уже сделать или не надо. Вот видите, страж участвует в битве и синтез недоступны. То есть мы должны еще их снять с себя. То есть мы должны открыть его, настройка боев, отдых сделать. Так, настройка боев, у нас она отдыхает. Давайте открываем еще раз. То есть мы должны фактически снять отовсюду их. Они должны участвовать нигде. Дальше ставим. Для стража находится еще в бездонном омуте. Находится еще в бездонном омуте. Сейчас мы пройдем бездонный омут. Так, открываем карту. Вот она, значит, бесконечная бездна. Открываем мы. Вот видим, вот они у нас здесь. Значит, мы здесь должны их снять. Так, настройка. Вот, сейчас мы их отсюда точно так же сниму. Так, этот остается. Всех пока сниму. Потом выставлю по новой. То есть практически я их всех сняли. Так, давайте еще смотрим, что мы не сделали. Отсюда мы сняли всех. Все. Ура! Вы получили нового духа хранителя. Вот он у меня, дух хранитель мой. Вот такой теперь он красивый. Теперь мы можем точно так же настраивать бой. Мы можем его оставить с персонажем. Вот он вот такой вот красивенький у нас получился. То есть если вы выполните все условия, о которых я вам только что рассказала, вы получите вот такого свежеиспеченного духа хранителя бестии. Можно еще по именду купить карту смены ника. Поменять ему ник. То есть у нас открылся, вот он открывается в вкладке духи хранителя уже. Открывается у нас уже, становятся доступны новые навыки. Становится у нас доступно колесо судьбы. Таланты, с помощью которых мы качаем колесо судьбы. И амуниции точно так же. Все фактически то же самое, только он уже появляется совсем в другой кладке. То есть тут уже намного интереснее, качается немножко по-другому. Шмотки вы видите уже другого вида. Они совсем видоизмененные. Вот. Еще, конечно, не заточены. Вот и все. Мы с вами создали духа хранителя. С вами была Бестия. Платформа РБК Геймс. Игра Дэймон Слэйр на нашей платформе. Заходите на наш канал на YouTube. Смотрите наши видеогайды. Ставьте комментарии. В наших статьях, новостях. И под видеогайдами. Всем пока. До новых встреч. Цемки-цемки.